Здравствуйте! С вами Олеся Котровская и программа «Город здоровья». Сегодня я расскажу вам о самых последних новостях в области медицины. В Рязани вводятся дополнительные меры для снижения риска распространения коронавируса. В женской консультации роддома номер один начала работу служба по оказанию правовой и психологической помощи. В Рязанском областном перинатальном центре родились три мальчика. Как помогли малышам? Стресс-эхокардиография. Что это такое и какие заболевания помогает выявить? В Рязани уже закрыты бассейны, фитнес-центры, аквапарки. Объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. Какие еще меры принимаются для снижения риска распространения коронавируса? В пятницу 27 марта официально опубликовали распоряжение губернатора с полным списком заведений, которые перестанут работать в Рязанской области в выходную неделю. Так, с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливают деятельность. Набережные, скверы, парки, торговые развлекательные центры, торговые места на рынках, парикмахерские, массажные салоны красоты, косметические кабинеты, спа, бани и сауны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, за исключением доставки работы на вынос, а также кафе на предприятиях, стоматологии, за исключением экстренной или неотложной помощи, ночные клубы, дискотеки, детские игровые центры и комнаты, магазины, за исключением продуктовых. Как бы ни удавалось эффективно бороться с инфекцией, полностью отгородиться от нее не получится. Это объективно невозможно. Мы сумели максимально быстро привести боевую готовность к нашу систему оперативной медицинской помощи и профилактики. У нас получается работать организованно и эффективно, но ситуация постоянно меняется. Об этом вчера очень компетентно рассказал президент нашей страны. И, как вы знаете, глава государства принял целый ряд очень важных решений по реагированию и необходимым мерам социальной поддержки. Отметим, что работу продолжат супермаркеты, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, в том числе в супермаркетах заправки и магазины с кормами для животных. Что касается парков, пресс-службе администрации пояснили, что на входе появятся предупредительные таблички и оградительные ленты. Контролировать запрет на посещение зоны отдыха будет полиция. Я предполагаю, что некоторые люди во время объявленных каникул захотят выйти из дома, собраться и отдохнуть в общественных местах. А это, как вы понимаете, в сложившихся условиях опасно для здоровья и жизни всех без исключения. Мы также должны продолжать свое время предпринимать тяжелые, но жизненно необходимые меры ограничительного характера, чтобы максимально уменьшить опасность для всех жителей нашего края. Особо ответственно соблюдать меры карантина рекомендуется пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Список заболеваний, с которыми нельзя выходить из дома, уточнили в правительстве сегодня. Официальное распоряжение губернатора опубликовали в пятницу 27 марта. В список вошли сахарный диабет, хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктотическая болезнь, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек третьей-пятой стадии, разрешается выход для посещения больницы, онкология, злокачественное новообразование не распространяется на третью стадию. Напомним, запрет на выход из дома для рязанцев серьезными хроническими заболеваниями пенсионеров будет действовать до 14 апреля. Уважаемые рязанцы, я призываю вас в эти дни продолжить соблюдать все рекомендации, беречь себя и своих близких. Перемены коснулись всех сфер жизни без исключения, главный – Рязанский военком. Владислав Деев рассказал о призыве в условиях угрозы коронавируса. Он обратился к призывникам и их родителям, заверив, что военный комиссариат Рязанской области принял все профилактические меры по защите от распространения инфекции на территории призывного пункта и не допустит больных войска. Специалисты завершили первоначальную постановку на воинский учет рязанцев, достигших 17 лет. Все призывники прошли медицинское освидетельствование, для них определили степень годности к военной службе. Владислав Деев выразил уверенность, что накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне призывники рязанцы станут примером уважения третьего послевоенного поколения своих прадедов и выполнят свой долг гражданина. Он отметил, что отзывы из войск свидетельствуют, что солдаты рязанцы честно служат, проявляя при этом высокие боевые качества. Напомним, 1 апреля в Рязанской области начинается весенний призыв. Что касается рязанских школьников, ушедших на каникулы досрочно, их каникулы продлятся. В школах, профессиональных образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования Рязанской области с 30 марта по 5 апреля продлеваются каникулы. Об этом сообщает Рязанское Минобразование. С 30 марта по 3 апреля для педагогов объявлены нерабочие дни. В детских садах в это время тоже нерабочие дни. По информации Минобразования, обучение с применением дистанционных технологий начнется с 6 апреля. Кроме того, Минпросвещение России решило перенести основные сроки ЕГЭ. Экзамены начнутся 8 июня. Нового графика проведения ЕГЭ на момент публикации новости нет. Ранее в Госдуме предложили перенести экзамен на август. В Рязани родились тройняшки. Они появились на свет в областном клиническом перинатальном центре еще в январе. Однако все малыши попасть домой смогли только 26 марта. Один из мальчиков дольше всех оставался под наблюдением врачей. Он набирал вес. Даниил, Артем и Александр – новые граждане Российской Федерации. Они родились в этом году 21 января. Радости родителей до сих пор нет предела. Они хотели одного сына, но судьба распорядилась иначе. Радость такая. Три, сразу три пацана в семье. Я чувствую безумную радость, поддержку страны своих мужичков. Ну, соответственно, все наши мужские дела мы будем вместе уже делать. Я уже как командой. Футбольная команда. Для того, чтобы все малыши смогли встретиться дома, им вместе с родителями пришлось пройти большой путь. После рождения дети нуждались в постоянном наблюдении врачей. После рождения попали в реанимацию. То есть сразу сначала они нуждались в респираторной поддержке, так как у них был очень маленький вес. Дальше они там находились 15 суток. И потом их перевели в наше отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. И дальше мы здесь уже продолжили лечение и курс восстановительной терапии. Двое малышей оказались гораздо крупнее третьего. Они отправились домой через месяц после рождения. А Даниил находился в перинатальном центре еще месяц. За это время он сумел набрать необходимый вес и догнал по развитию своих братьев. Во многом такому успеху способствовали родители малышей. Родители молодцы. Мама успевала и накормить, и побыть с детишками старшими. И потом прибегала сюда, здесь она несколько раз. То есть это, конечно, был месяц такой гонки. Но зато мы победили, мы выписываем, и теперь они все будут дома вместе. Теперь тройняшки продолжат свою жизнь как обычные дети. Их здоровью ничто не угрожает. Постояние детей удовлетворительное. Все и в нейрологическом, и в нутритивном плане. Все хорошо. Родители тройняшек говорят о том, что во время беременности и выхаживания детей они испытывали волнительную радость. Никаких печальных переживаний у них не было. Елена и Александр полагались на профессионализм докторов и чувствовали себя спокойно. Конечно, спокойно. Здесь такие врачи. Как может быть с ними неспокойно? Они всегда на связи с нами, всегда позвонят, всегда все расскажут. Теперь малышей ждет большое будущее. Родители с удовольствием хотят заниматься их развитием. Стоит сказать, что это вторая тройня, родившаяся в перинатальном центре за последние полгода. В прошлый раз здесь выписывали девочек. Кроме того, за год в учреждении родилось более 30 пар двойняшек. При этом периодически здесь рождаются и разнополые двойни и тройни. Для врачей каждая подобная выписка является очень важной, особенно если они смогли помочь малышам окрепнуть. В такие дни они испытывают праздничное настроение. Конечно, праздничное. Когда везде бушует что-то неспокойствие, у нас какой-то праздник, конечно. Потому что, наконец-то, мы вырастили нашего малыша. Он был самый маленький, меньше килограмма, с экстремально низкой массой тела. И, конечно, сегодня он уходит домой к своим братцам. То, конечно, это радостно. Мы видим радость и у мамы, и у папы. В этот день в адрес родителей прозвучало множество пожеланий, в том числе и приглашения на следующие роды. Пока Елена и Александр не задумываются над прибавлением, а планируют вплотную заняться этими детьми. Детский детектив в программу «Город здоровья» продолжает свое расследование. Она готова задавать врачам неудобные вопросы и открывать секреты привычных кабинетов. О ком она расскажет сегодня, узнаем далее. Наш организм состоит из маленьких клеток, которые можно вырубить при очень большом увеличении. А узнать, с чего они состоят, еще труднее. Для этого существуют лаборатории. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Эсен-Клиника! Процедурный кабинет и сан-клиника работают с 7.30 утра. Тебе это нельзя, ведь кровь надо сдавать натощак. Здравствуйте, меня зовут Вика. Я детский детектив в программе «Город здоровья». И сегодня мы с Тошей хотим провести расследование в вашем кабинете. Рада познакомиться. Меня зовут Кузнецова Светлана. Я медицинская сестра, холдинга, СМ-клиника. Нам интересно, как проводятся лабораторные исследования в вашей клинике. Очень хорошо. Какие анализы ты хотела бы сдать? У меня растущий организм, и я бы хотела сдать общий анализ крови. И узнать, как обстоят дела с иммунитетом. Присаживайся на кресло. Я предлагаю провести еще и биохимический анализ крови. Он, как и общий анализ крови, будет готов в течение часа. А вторую пробирку для более детального изучения мы отправим в Москву, в лабораторию СМ-клиника. А откуда вы будете брать кровь? Для точного результата кровь нужно брать из вены. Так мы не повредим клетки крови, и к тому же можем сделать несколько анализов. Все, мы закончили. Ой, а я вообще ничего не почувствовала. Из пальца кровь брать гораздо больнее. Да, потому что дискомфорт возникает только во время укола. Теперь у нас есть две пробирки, одну из которых мы отправим в центрифугу. Ну а тебе медаль за отвагу. Спасибо. И мы сможем увидеть результат анализов? Нет. В центрифуге происходит получение сыворотки, а уже ее будет исследовать в лаборатории. Да. Можно? Можно. Проходи. Присаживайся. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Я детский детектив. Программа «Город здоровья». Здравствуй, Вика. А я врач клиника лабораторной диагностики холдинга СМ клиника Шарапова Лариса Сергеевна. В нашу лабораторию поступила твоя кровь на биохимическое исследование, которое мы сейчас и проведем. А будут какие-то химические опыты? Обязательно. Вся биохимия основана на химических реакциях. А сейчас я тебе покажу, как работает биохимический анализатор крови. Мы вставим пробирку крови в анализатор. Вставим сюда носик для пипетки. А теперь мы вставляем слайды. На этих слайдах нанесены реагенты «Сухая химия». Один слайд, одно исследование. Мы его вставляем. Набираем твою фамилию. И запускаем анализатор. Так просто? А тогда для чего нужны все эти приборы? А все приборы нужны для других исследований. Вот, например, пагулометр. Он необходим для исследования свертываемости крови. Так быстро? Здорово! Ой, а зачем здесь нужен микроскоп? Любые отклонения в анализах я могу проверить своими глазами. Посмотри, как выглядит хороший анализ. Вот это да! А можно ли в этой лаборатории выявить серьезные заболевания? Можно. Например, на приборе тромбодинамика, который позволяет определить сгустки в кровяном русле. Тромбы могут быть очень опасными. Поэтому лучше вовремя сдать анализы при подозрении на тромбоз. Запомни, это очень важно. Кстати, твой анализ уже готов. Результат ты можешь получить в регистратуре или посмотреть в личном кабинете. Спасибо вам большое! А когда будут готовы те анализы, которые поедут в Москву? А анализы, которые уедут в Москву, будут готовы через 1-8 дней в зависимости от сложности. А сейчас мы находимся в ЦИТовой лаборатории, где анализы делаются в течение одного часа. Спасибо вам! А мы с Тошей рады вам сообщить, что вы прошли проверку детского детектива. Здорово! Мы ждем вас с 7.30 до 9 вечера каждый день. Оказывается, состав крови может многое рассказать о нашем организме. Теперь я как детский детектив лично отправлюсь в Москву и прослежу, как проводится исследование крови в Большой лаборатории. В женской консультации роддома номер 1 начала свою работу служба по оказанию правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным. Будущая мама, встающая на учет, консультируется не только приходя на прием, но и онлайн через интернет. Сейчас на встрече с юристом и социальным работником будущие мамы узнают не только, как правильно питаться, но и о том, какие документы нужны для оформления материнского капитала, на какие пособия могут рассчитывать беременные и не только. Например, пришла женщина на прием, вставать на учет. Мы ее информируем о пособиях. Пособие мы ей можем предложить, справка, денежные выплаты раз в месяц тысячи рублей с момента постановки на учет до момента рода в САБЕС. Следующая справка есть по нозологиям. Дается она по пяти нозологиям, анемия, ВИЧ-инфицирование, гепатит, язвные болезни желудка, 12-перстной кишки и сахарный диабет. Размер этого пособия тысячи рублей в месяц. Справка действительно три месяца, и каждые три месяца мы ее обновляем. Обратиться в службу по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи беременные могут по разным вопросам. Женщинам рассказываю о правах, которые имеет беременная женщина в нашей стране и о гарантиях, которые государство дает работающей и неработающей женщине, ждущей ребенка. Поскольку это такой период, когда очень важно, чтобы было сохранено здоровье и мамы, и будущего малыша, желательно, чтобы было меньше нервов, меньше бюрократической, всякой юридической возни. Возни. Проводя семинары с беременными женщинами, я выдаю памятки, где указан адрес моей почты, куда они присылают свои вопросы, как им правильно поступить в той или иной ситуации юридической, в частности, во взаимоотношениях с работодателем. Я отвечаю на эти письма. Одних интересуют партнерские роды, которые становятся очень популярными. Других как поменьше волноваться во время беременности. Работа с каждым проводится следующим образом. Женщина приходит на прием, сначала с ней ведется беседа, потом мы ее обследуем по каким-либо специальным методикам. И уже при выявлении какого-то проблемного участка мы уже работаем непосредственно с этой проблемой. Если это страх перед родами, то, скажем так, женщину успокаиваем, настраиваем. Различные методики проводим для настроя на благоприятный исход, оптимальный исход рода. Кабинет по оказанию правовой психологической медико-социальной помощи беременным начал свою работу с января этого года. Общую консультацию проводят два раза в месяц каждый специалист. Индивидуальная оказывается один раз в неделю. Различные методы работы с такими женщинами. Есть общеобразовательные лекции психологов, социального работника, которые рассказывают о каких-то основных проблемах, юристов. И есть индивидуальная консультация. То есть психолог – это тот человек, с которым нужно разговаривать наедине. Юридические проблемы у женщин возникают. И какие-то юридические проблемы надо обсуждать наедине. Каждая мама надеется узнать все о предстоящих родах, о документах, которые потребуются в дальнейшем. У каждой из будущих мам своя история и свои волнения. Я на сроке 30 недель, у меня близнецы мальчики. А вы здесь очень волнуюсь, потому что первая информация помогает. Особенно юридическая в наше время. Будущие мамы, встающие на учет, могут получить консультацию не только приходя на прием, но и онлайн через интернет. На начальном этапе многие болезни не дают клинических проявлений. Диагностика кардиальных патологий остается острой проблемой медицины. Для определения диагноза сегодня используется стресс-эхокардиография. Что это такое, расскажем дальше. Лидия Васильевна впервые на таком обследовании. Говорит, что нагрузку на беговой дорожке ощутила, но не очень устала. Такое обследование, хоть и своего рода стресс-тест, но, как говорят медики, оно должно быть комфортно для пациента. Немножечко была нагрузка, было не по себе, а потом сейчас уже, знаешь, уже нормально чувствую, и все хорошо. Новый аппарат УЗИ и беговую дорожку Тредмилл кардиодиспансер получил за счет средств областного бюджета по программе развития здравоохранения Рязанской области. Стоимость аппарата УЗИ составляет около 10 миллионов рублей, а беговой дорожки больше одного миллиона. В области это первый такой комплекс, единственный, который включает в себя ультразвуковое оборудование со стресс-комплексом для проведения стресс-эха, и Тредмилл – беговая дорожка, на которую пациент нагружается, то есть это исследование, ультразвуковое исследование сердца с нагрузочной пробой. Необходимо для раннего выявления ишемической болезни сердца. Обычно обследование длится примерно 90 минут. Есть три ступени нагрузки. Врачи смотрят, как сердце реагирует на них. Результаты обследования оцениваются коллегиально. Если мы выявляем ишемию, дальше проводится коронарография, и при наличии показаний проводится стентирование у данного болезни. То есть мы отодвигаем коронарное событие у этого пациента. И вот наша задача как раз выявить на ранних стадиях, с тем, чтобы если есть ишемия, мы вмешаемся, и тогда пациент у нас будет сохранить до трудоспособности, не произойдет инфаркта. Такое обследование, как стресс-эхокардиографию, смогут проходить жители Рязани и области пациента стационара и поликлиники кардиодиспансера по направлению лечащего врача. Это была программа «Город здоровья», и я ее ведущая Олеся Котровская. Я желаю вам цветущего вида, бодрости духа и неугасаемого интереса к жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова